Здравствуйте! В эфире канал Россия 24, информационная программа События недели. Яркое событие этой недели в Москве на ВДНХ на международной выставке-форуме «Россия» был День Карачаева Черкесской Республики. Была фермерская ярмарка, демонстрация возможностей и результатов работы региональных сельхозпроизводителей. В Доме российской кухни проходил гастрономический фестиваль «Россия. Территория вкуса». Он включал в себя демонстрацию пяти ключевых национальных гастрономических направлений в республике, а в павильоне – Дом культуры, выставка и мастер-классы мастеров народно-художественных промыслов. Экспозиция представила богатейшее материально-культурное наследие всех пяти народов Карачаева Черкесии, золотое шитье, плетение циновок, работа с войлоком, керамика, ковроткачество, обработка дерева, национальные костюмы. А в зоне культурных проектов состоялась презентация Карачаева Черкесской Республики главой региона Рашидом Тимрезовым. «У нас очень активно развивается туризм. Более 2 миллионов 300 тысяч гостей нашей республики посетили в 2022 году. В этом году мы предполагаем, что эта цифра выросит процентов где-то на 20. Ну а ближе к людям, наверное, все то, что мы сегодня делаем благодаря тем решениям, инициативам нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина. А в первую очередь это улучшение качества жизни населения Карачаева Черкесской Республики». Основа экономики республики – это сельское хозяйство. Расскажите, как этот сектор сегодня развивается и много ли населения в нем задействовано? Ну, вы знаете, у нас на территории республики около 60% населения – это сельские жители. И, безусловно, развитие сельского хозяйства, опять же, подчеркну, благодаря тем решениям президента правительства Российской Федерации для развития сельских территорий. Одноименная программа комплексного развития сельских территорий принята правительством Российской Федерации, реализована с инвестицием сельского хозяйства, что позволяет улучшить качество жизни именно сельским жителям. И при этом, конечно, идет развитие самой отрасли сельского хозяйства. Но мы, наверное, все-таки больше по мясному скотоводству, по интенсивному садоводству. Мы являемся одним из крупнейших в Российской Федерации по поголовью баранины и козоводству. И при этом активно развиваем отрасль овощей и фруктов. Мы начинали в 2017 году с 200 гектаров яблоневых садов суперинтенсивного типа. Сегодня мы уже перешагнули черту в 2000 гектаров. При этом параллельно создаем на сельских территориях сельхозкооперативы. Но активно занимаемся интенсивным садоводством и также занимаемся строительством фруктохранилищ. Вот планируем приступить в 2024 году к строительству самого крупного в Европе плодохранилища, овощехранилища на 60 тысяч тонн. И считаем, что сельское хозяйство – это такой драйвер нашей экономики наряду с промышленным производством и туризмом. Промышленность ведь тоже не стоит на месте. Расскажите, как она развивается и кто основные налогоплательщики? Если брать промышленность, то основные налогоплательщики – это такие крупные предприятия в объемах всей нашей страны, Юга России в частности, такие предприятия, как Кавказ Семент, такие предприятия, как Горнообогатительный комбинат Уральской горно-металлургической компании, которым уже по 50 лет со дня основания, где работает большое количество людей, предприятия проводят и модернизацию, в том числе не забывая про экологию, про направленность экологическую. И, конечно же, компания «Русгидро», мы тоже начинали в 2011 году со строительства одной гидроэлектростанции, гидроэлектростанции, то за эти годы, за 12 лет мы построили уже 4 гидроэлектростанции и одну уникальную гидроэлектростанцию, гидроаккумулирующую электростанцию. Их, по-моему, всего две в нашей стране. «Русгидро» тоже является крупным налогоплательщиком. И самое главное, что стабильные рабочие места с хорошей заработной платой, высокотехнологичные рабочие места, ну, конечно, это полезные ископаемые у нас, и вольфрам, и руда, и медь. Меняется облик городов, населенных пунктов, строится новое жилье, и в том числе коммерческие постройки. Расскажите, насколько они востребованы? В прошлом году у нас был исторический рекорд за всю историю Карачаева-Черкесии по введенному жилью, это более 310 тысяч квадратных метров. Для небольшой республики это очень много, это дважды было больше, чем даже в советское время, то, что строилось. Но в этом году мы уже выросли на 20%, уже 360 тысяч прогнозов, мы сдаем 360 тысяч квадратных метров жилья. А что говорить об обликах городов, то, опять же, национальные и федеральные проекты, которые сегодня позволяют, это доступная, комфортная городская среда, реально изменяется облик наших городов, населенных пунктов не совсем больших. Это и парки, и зоны отдыха, это и облик центральных улиц. Вот как раз вы затронули тему комфортной жизни. Газификация активно сейчас тоже происходит. 83%, насколько я помню, газифицировано в Карачаево-Черкесии. Как проходит социальная газификация? По социальной газификации мы работаем достаточно упорно совместно с Газпромом, Межрегионгазом, с политической партией «Единая Россия». Мы входим в восьмерку лучших регионов России по исполнению социальной газификации. И здесь уже более 8,5 тысяч домовладений воспользовались этой опцией. У вас ведь все-таки спортивный край. Как идет развитие массового спорта? Вы знаете, опять же, 10-11 лет назад активно физическая культура и спорта, если мне память не изменяет, занималась порядка 11%. То сегодня занимается 55-57% населения. И те задачи, которые ставит Владимир Владимирович Путин перед нами, о том, чтобы к 2030 году активно физической культурой и спортом занималось как минимум 70% населения разного возрастных групп. Я думаю, мы к этому показателю обязательно придем. И что-то мне подскажут, что придем раньше, потому что благодаря, опять же, такой мощной поддержке правительства Российской Федерации мы построили более 200 спортивных объектов. Буквально впервые у нас в следующем году появится Ледовый дворец, так как мы Южная Республика, у нас его не было. В следующем году мы открываем Ледовый дворец. В прошлом году в рамках празднования столетия мы реконструили, а по сути построили центральный республиканский стадион, который торжественно открыли. Поэтому развитие идет. Туристы к вам в том числе затем и едут, потому что природа располагает, поклонники лыж, сноубордов, Донбай. Расскажите, как регион сегодня готовится к встрече большого количества туристов? Насколько готов гостиничный фонд? К эксплуатации и управлению всесезонным курортным комплексом «Архыз» зашла компания «Горные вершины», у которой есть достаточно богатый, хороший, самый главный классный опыт управления курортами «Красная поляна» в Краснодарском крае. Здесь есть планы, синхронизированные с правительством Российской Федерации, с Министерством экономики, у республики, управляющей компанией, о том, чтобы к 2030 году мы планируем увеличить кратное количество мест размещения, мест пунктов питания и всей той необходимой инфраструктуры для развития полноценного курорта. Это и строительство новых канатных дорог, строительство новых горнолыжных трасс. Туристов мы ждем не только зимой, не только горнолыжников и сноубордистов. Архизы Домбаи очень популярны и по туристическим летним маршрутам, и по переходам, и по хайкингу. Ну что ж, Рашид Бориспевич, спасибо вам большое за этот разговор. Спасибо вам большое. Более 200 тонн баранины экспортированы из Карачаева, Черкесии. Контроль за отгрузкой продукции осуществили специалисты Северокавказского межрегионального управления Россельхознадзора. Экспортным направлением в республике занимается группа компаний «Домате». Как проводится проверка на вывоз продукции за пределы страны и на каких условиях, расскажет Альбина Ламкова. Постоянно присутствуем на каждой отгрузке. И постоянно отгрузка начинается с контроля температурного режима внутри помещения и в толще мяса продукции, которая будет отправляться на экспорт. С начала 2023 года Северокавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора проконтролировано и досмотрено 17 партий баранины. Замеряем температуру. Если это валовый продукт замороженный, то замеряем, конечно, уже таким щупом. Если же это продукция, упакованная в вакуумную упаковку, так как мы не можем прокалывать упаковку, мы замеряем инфракрасным термометром. Чтобы блюда сохраняли свои качества с учетом указанного времени, температура должна поддерживаться на уровне минус 18-22 градусов, что и показал термометр. Всегда так четко? Всегда четко. Здесь камера всегда поддерживается, она автоматически регулируется температура, поэтому с перебоями температуры здесь проблем нет. Особое внимание группа компании Домотэ уделяет вопросам биологической и санитарной безопасности производства и качеству продукции. Осмотр помещений специалистами управления Россельхознадзора проводится в соответствии с нормативной технической документацией. Осуществляется отбор продукции и направляется в лабораторию в Ставрополе. Они проводят работы по контролю качества и безопасности продукции Домотэ. Не было никаких у нас проблем по отгрузке, не было никакие выявленные ни нарушения, ни замечания. Экспортер обязан соблюдать требования ветеринарного законодательства страны-импортера. В рамках предприятия должно уложиться с момента убоя и до получения продукции импортером она 72 часа отводится. А по готовой продукции, по срокам хранения по датам выработки это всё отображено и на упаковке, и на этикетке, в которой должно совпадать и маркировка данной продукции. Вопросы по экспортному направлению для завода Домотэ начали решаться в 2015 году. На сегодняшний день это налаженный процесс. Продукция из баранины пользуется спросом не только на территории России, но и экспортируется в страны Ближнего Востока, такие как Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Катар. Продукция из Кавказа воспринимается как экологически чистый продукт и имеет большие перспективы для роста. Продукция компании Домотэ реализовывается в ритейле и в хорике. Наш завод сертифицирован по международным стандартам качества безопасности продукции. Также мы имеем как внутренний сертификат «Халяль», так и международный. Ассортимент компании представлен как натуральными полуфабрикатами, так и субпродуктами в планах расширять экспортные поставки, в том числе и в новые регионы, отметил Харун Гидеев. Альбина Ламкова, Либастанов, Вести, Корчаева, Черкесия. Символ вечной памяти. В Зеленчукском районе на территории войсковой части посадили аллею памяти. Мероприятие состоялось в рамках всероссийского проекта «Кедр России» в честь героев специальной военной операции. Подробнее расскажет Дарья Тундит. Дружба воинов непоколебива света. Она не умирает никогда. Да, мы по оружию родному брату воздвигнем памятник на долгие года. Соединим же верные сердца и скажем, как невелика утрата. Пусть нет фамилии у нашего бойца. Есть звание российского солдата. После победы в Великой Отечественной войне эстафету мужества приняли военнослужащие российской армии, которые в настоящее время принимают участие в специальной военной операции. Войсковая часть 20.096 в знак памяти и уважения приняла участие в проекте «Кедр России». Акция началась с торжественного митинга на территории части, в котором приняли участие руководство и личный состав воинской части, духовенство и юноармейцы. Наш долг – сделать все, чтобы о подвиге знали и помнили наши дети и внуки, поделился командир военной части Сергей Прибытков. Важно вовлечь нашу молодежь в социальную деятельность. Сегодняшнее мероприятие – это начало будущей аллеи памяти героев, специальной военной операции. Таким героем был наш земляк, полковник Ерманов Игорь Викторович, который погиб 1 сентября 2022 года. Я хочу, чтобы эта аллея кедров, которую мы посадим не только на территорию нашей части, но и на территории нашего гарнизона, способствовали связи поколений и гордости за наших сегодняшних героев. Юноармейский отряд в гарнизоне военной части назван в честь погибшего героя Игоря Викторовича Ярманова. Почти все они – дети офицеров. Кто-то из их отцов погиб, другие, рискуя жизнью, продолжают сражаться на передовой. Воспитание молодежи происходит на живых примерах отважных подвигов героев. Аллея, по словам ребят, для них не только память, но и дань уважения военнослужащим, которые защищают нашу родину, память о тех, кто погиб. Я горжусь своим отцом очень сильно. И мне, грубо говоря, повезло то, что у меня сейчас все хорошо, то есть я могу увидеться с папой, когда он приедет в отпуск. У некоторых людей такой возможности нет. Как бы им было бы приятно, чтобы о их отцах осталась память. Наше молодое поколение, вступив в строй юноармии, показывает большой пример. И это будущее нашей страны. Я хочу, чтобы мой сын стал настоящим мужчиной и стал будущим нашей страны. И чтобы я смог гордиться им всю свою жизнь. Участие в акции является целью экологического и патриотического воспитания. С давних времен кедр восхищает людей своей природной мощью и жизнестойкостью. Все участники мероприятия, вооружившись лопатами, приступили к посадке саженцев. Символа памяти и уважения. Вырастить такую аллею не только чудо, но и гордость. Есть вещи, которые переживают нашу жизнь, которые продолжаются в вечность. И эта аллея славы, аллея памяти наших героев и живых, и тех, кого уже с нами нет, она будет напоминать всем о том, что человек может сделать дело, которое переживет его и его детей, и даже может быть. Потому что многолетние деревья, которые здесь сейчас посажены, они долго будут согревать сердца тех, кто будет на них смотреть с памятью о наших героях. Кедры скоро подрастут и станут символом вечной славы наших героев. Дарья Тензит, Ольга Савенко, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия, Зеленчукский район. Несмотря на то, что хутор Новоисправненский Зеленчукского района – негусто населенный пункт, в нем проживает всего около 400 человек, люди здесь творческие. И организовали пять кружков и столько же коллективов. Сейчас репетиций нет, но хуторян это не огорчает. Потому что в здании Дома культуры, где они занимались творчеством, идет капитальная реконструкция. Об истории уникального исторического здания, построенного в советский период, в репортаже Алла Динаевой. Красивое белое здание с колоннами бросается в глаза каждому, кто бывает в хуторе Новоисправненске. Этот дом культуры построен в 1957 году колхозом-миллионером по индивидуальному архитектурному проекту. И такого второго здания в Карачаево-Черкесии больше нет. Хуторяне обратились к главе республики с просьбой возродить их ДК. И в начале года ремонтные работы начались, и здание преобразилось на глазах. Глава республики нам поручил отремонтировать этот ДК, потому что жители самостоятельно к нему обращались за помощью в реконструкции. Работы начались у нас в этом году, в начале 2023 года по программе комплексное развитие сельских территорий. И это у нас годовой проект, планируем завершить работы к концу этого года. Вы уже видите, что мы тут уже на завершающем этапе. Работы идут в полном ходом, в полной мере. И надеюсь, что всем понравится, всем гостям, которые будут приезжать к нам. Хуторы Новоисправненские и Фроловские относятся к исправненскому сельскому поселению. И во всех этих трех населенных пунктах – колхозом. Построены три дома культуры по различным проектам, которые до сих пор остаются единственными такими зданиями в республике. Колхоз «Миллионер» имени 22-го портсъезда КПСС мог себе позволить. И для того, чтобы жители занимались не только сельским хозяйством, развитием, и могли отдыхать, могли приходить на мероприятия, колхоз строил, содержал эти ДК. И когда во время перестройки, во времена перестройки, во времена развала Советского Союза нам были переданы эти ДК, уже колхозам были переданы на баланс администрации исправненского сельского поселения. Здание ветшало, но все эти годы ДК функционировал без перерыва, хотя нормальных условий не было. Отопление у нас было, отопление было проведено, но не топилось. Я 30 лет здесь работаю, за 30 лет мы ни разу здесь не топили. Самое главное, что подвели воду, потому что приходилось из дому привозить, чтобы полы помыть, чтобы, ну вот, для элементарных. Проведены наружные работы здания, заменена крыша, теперь есть и водопровод, и отопление. На время ремонта директор Дома культуры частый гость и говорит, что является общественным контролем. Танцоры мои, они очень хотят на красивой сцене, в красивом зале. И жители тоже спрашивают, когда, когда будет открытие. Все очень ждут, все очень ждут, что здесь будет тепло. Ну, красота неимоверная. Раньше кабинет фельдшера был в здании ДК, но три года назад в хуторе построили новый ФАП, а в помещении медпункта решили перевести библиотеку. Отремонтированные комнаты для творческих кружков и коллективов. Преобразился и балкон актового зала. Заполнен ряд жителями просто, а гости или там, может быть, какой-то конкурс, члены комиссии будут располагаться здесь, когда они будут влиять. Это будет, ну, может быть, по-своему. При реконструкции строители учли уникальность здания и сохранили различные элементы декора – лепнину. Работы по капитальному ремонту в ДК завершаются. О старом здании здесь сейчас напоминают только перила, но их здесь через несколько дней уже не будет. Ну и здесь самое главное – есть еще и балкон, выход на улицу, откуда открывается прекрасный вид на центр. Численность этого населенного пункта тогда доходила до тысячи. И партийное руководство в юбилейные даты к станичникам обращалось с этого балкона. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Зеленчукский район. Яркое событие в культурной жизни республики. В Национальной библиотеке имени Халимат Байрамуковой состоялась презентация книги «Мастера искусств Карачаева-Черкесии». За подготовку проекта этого издания автор Тамара Хабчаева удостоена гранта президента Российской Федерации. Подробности у Али Баташева. Книга объемом свыше 600 страниц содержит биографические сведения о мастерах искусства Карачаева-Черкесии. Состоит из четырех разделов – изобразительное искусство, музыка, танцы и театр. Именной указатель позволяет читателю быстро найти необходимую информацию. В этой книге 181 биография. Кроме краткой биографии есть творческий путь и библиография. То есть любой желающий может обратиться к библиографии и посмотреть в источниках, где что есть. Презентация книги отличалась особой торжественностью, собрав в одном зале художников, поэтов, писателей, артистов и всех неравнодушных к искусстве и культуре. Каждый участник, присутствующий в этом зале, тот герой, который указан в этой книге, он заслуживает отдельного произведения и отдельной книги. Но сама книга «Мастера искусств Карачаевой-Черкесии» является тем памятником, который мы сегодня держим в своей памяти. Танцевальный коллектив «Корча» под руководством Народной артистки Республики Тамары Уртеновой порадовал зрителей, исполнив попури из песен на пяти языках народов Республики. Эй, грустно, леврым снегами, О, поднимеси, ворвавшись и исполинь, Народ и горь живут веками, Здесь у покожи я, веши. Работа над книгой продолжалась в течение трех лет. Сотрудники библиотеки кропотливо собирали разрозненные сведения о каждом представителе искусства Карачаева-Черкесии. Сотрудники отдела литературы по искусству работали, добывая с трудом каждую фотографию, каждую информацию. К некоторым героям, могу сказать сегодня уже открыто, некоторые наши работники хотели по шесть раз, чтобы добиться выгоди у этого человека, нашего заслуженного. Хотя бы фотография, хотя бы фотография. Получение гранта президента страны – это большая победа. Признание труда и профессионализма работников библиотеки. Это издание возвращает нас к духовным истокам, способствует сохранению национальной собобытности, укрепляет мир и согласие в обществе, говорили на презентации. Мастера искусств, присутствующие в зале и на страницах издания, благодарили работников библиотеки за вышедшую книгу. Я считаю, что это вообще бесподобное издание. Я хочу еще раз поблагодарить всех, кто трудился над этим сборником. В ходе мероприятия в торжественной обстановке Рашиду Хатуеву и Есему Амчуеву были вручены удостоверения члена Союзов писателей России. Одним из самых запоминающихся музыкальных подарков стало выступление ансамбля «Кавказ» под руководством народного артиста Карачаева-Черкесии, заслуженного работника культуры Российской Федерации Эдуарда Хугаева. Али Баташев, Ренат Муков, Вести Карачаева-Черкесия. Учитель и ученики. Под таким названием в Черкесске прошла выставка работ заслуженного педагога Карачаева-Черкесии, преподавателя детской художественной школы Черкеска Марии Гречкиной. В этом году она отметила 80-летний юбилей. Марию Гречкину поздравили коллеги и близкие друзья. Подробности у Али Баташева. Мудрый и проницательный взгляд, выразительные черты лица, в которых причудливым образом сочетается доброта и строгость. Автопортрет, как и другие работы заслуженного учителя Карачаева-Черкесии и одной из самых первых преподавателей художественной школы Черкеска Марии Гречкиной, пользуется неизменным успехом у поклонников искусства. Она одна из самых сильных акварелистов республики, владеющая разными техниками. «Масло мне перестало писать, я студенткой писала, и потом у меня аллергия стала. После наркоза я не могу масло писать. Акварели у меня, акварель, в основном акварели пишу. А жанр у меня и натюрморт идет, и пейзаж, и любой больше портрет. «А почему?» «Не знаю, я когда на людей смотрю, первое для меня, что в человеке, ни внешность, ни красота, это глаза. Вот я по глазам сразу определяю человека, что у него внутри, что это за человек. Я, если я увидела вот оттуда внутреннюю красоту, не наружную такую внешнюю, а внутреннюю, тогда вот я загораюсь, и мне хочется человека изобразить просто». «А себя как рисовать?» «Веркало, веркало. С фотографией неживые портреты получаются. Вот живой человек, она живая идет. Ну и мне удается передать характер человека. А как это получается, я не могу сказать». Мария вместе со своим супругом, заслуженным художником Карачаева-Черкесии Александром Гречкиным, стояли у истоков становления художественной школы Черкеска, которая открылась в 1966 году. Он стал первым директором, а она преподавателем. Мария Гречкина – автор учебных программ по рисунку, живописи, композиции. И талантливый педагог, до сих пор переживающий за каждого своего ученика. «Вот когда я занимаюсь с учащимися, работы у них получились, я домой иду, как будто бы у меня крылья сзади выросли. Такое вот настроение, такой позитив. Если у детей не получается, я иду домой понурая, и думаю, надо что-то сделать, поменять, чтобы у них получилось. Бывает иногда, они сразу схватывают, а в другой раз материал очень сложный. У нас же связано с перспективой. Черчение сейчас в школе не преподают, а черчение очень близко связано с рисунком. И вот дети часто. Ну и сейчас еще у нас они привыкли брать информацию из сетей. Все. Не хотят логически мыслить, не говоря уже об абстрактном мышлении. Они логически не хотят мыслить. Они хотят информацию эту до себя забрать. 14 ноября Марии Гречкиной исполнилось 80 лет. Обладательница нагрудного знака за верность профессии встретила свой юбилей на рабочем месте в компании своих коллег, родных и множества гостей. Ее многочисленные выпускники стали членами Союза художников России и заслуженными художниками республики. Одним из первых учеников был и директор художественной школы Черкеска Юрий Карасов. Крепкого-крепкого здоровья. И чтобы как можно дольше мы любовались с вами, радовались, потому что вы являетесь нашей аккаунт. За многолетнюю преподавательскую деятельность в сфере изобразительного искусства Мария Гречкина была отмечена дипломами Международной общественной ассоциации «Союз дизайнеров» регионального отделения Творческого союза художников России и другими наградами. Сюрпризом на официальном торжестве стало поздравление от своих детей и внуков, собравшихся вместе в этот день. Это наша самая занятость. У нее было время уделять его семье. Своим внукам, своим правнукам, которых она всегда любила и любит. Мы тебя тоже очень сильно любим. На выставке «Учитель и ученик» представлена лишь часть творческого наследия Марии Гречкиной. В ее планах создать работы, посвященные памяти супруга Александра Гречкина. «Но делать это я буду только в свободное от преподавания время», говорит художник, посвятивший жизнь детям. Али Баташев, Ренат Муков, Вести Карачаева, Черкесия. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова